Вчера в зале заседания районной администрации состоялась встреча актива района с министром экологии и природных ресурсов Республики Дагестан Набиулла Абдулманаповичем Карачаевым по вопросам организации в районе исполнения законодательства сбори, хранения, перевозки и утилизации твердых коммунальных отходов. Также в встрече принимали участие представители регионального оператора, осуществляющего деятельность по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Хасовертовский район Северного сектора 2 ООО Даг-Экосетии в лице его генерального директора Казбека Царикаева и учредителя Рустама Козырева, а также зампрокурора Хасовертовского района Газир Рамазанович Рамазанов. В совещании ввел глава муниципального образования Хасовертовский район Жамбулла Чапиеви Салаву. Сегодня у нас в нашем муниципальном образовании в рабочей поездке министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, куратор от правительства и главы Республики нашего Северного района Карачаев Набилла Агума Абч. Благословение. Аплодисменты. Также Казир Рамазанович, наш уважаемый, прокуратуру района, он как раз курирует данное направление, то, что мы сегодня будем по-вески не обсуждать, но тоже сегодня вместе с нами проводит и данное направление, назор за данные деятельности, и, конечно, это его компетенции. Также хочу представить нашего коллегу, который занимается сбором, вывозом природных отходов Козыре-Устан. Поэтому все эти вопросы, которые нам сегодня необходимы, они будут нам помогать, согласовывать. Эта компания выиграла в нашем серверном регионе, конечно, конкурс. И мы с вами, конечно, для нас это, конечно, новое, хочу несколько слов сказать о своем вступлении. Для нас это, конечно, новое, но мы будем стараться, будем на совершенно такой новый уровень обращения с природных отходов, конечно, будем переходить. Конечно, непростая работа, поэтому здесь сегодня в нашем зале присутствуют все главы поселений, причем потому, что у нас сельский район, поэтому и все эти полномочия у нас мы передали главным сельским муниципальным образованием. И много, конечно, вопросов возникает, конечно, с обращением с этими природных отходов. Поэтому специалисты сегодня разъясняют, как должна эта работа проходить. Мы со своей стороны руководства района, конечно, обязуемся, это и полномочия наши входит, и мы отвечаем за все эти наши действия перед руководством республики. И, конечно, будем стараться вести эту работу лучшие других муниципальных образований нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, всех призываю аккуратно послушать. Если у кого будут какие-то вопросы, участие в предметах, чтобы тоже руку поднимали, задавали эти вопросы. Нет ничего, которое мы не можем с вами разрешить, имейте в виду. Поэтому сегодня и личное посещение нашего района министрам, которые курируют республики данные направления, и более того, для нас главным муниципальных образований республики на прочем деле как раз были проведены и форумы именно этого направления, где мы получили и тезисы, и методику мы посмотрели в данной деятельности, и как нужно по дороже хотеть двигаться в этом направлении. Поэтому, хотя, еще раз повторяю, это для нас новое, мы будем учиться, будем стараться, и самое главное, это одно из наших контактов с нашим местным населением. То, что мы с вами сегодня работа проводим, вы знаете, в республике, и вообще у нас в Северном Кавказе находится на основном контроле уголового государства и вопросы теплоэнергетического комплекса. Ровно так же идет вопрос ТБО, это твердый вот этот подход. Поэтому это будем совмещать, будем находить общее направление, как лучше нам, как это связать, какое общее понимание, где есть вопросы, где нужно отдельно встречаться, будем отдельно главами тоже встречаться и руководством этой компании, которые будут эту работу проводить. И чтобы все были, что вы защищены будете от этого, будем стараться, чтобы действительно у нас положительный результат был. В свою очередь Наби Юла Карачаев отметил, что подобная встреча сегодня прошла и в Хасавюртовской городской администрации, а ранее на Валакском, Казбековском, Кизельюртовском, Кизлярском и других районных городских администрациях. На самом деле до 2018 года тоже мы занимались мусором, но это уже другие законы были, другие законы. Вот с 1 января 2019 года ТКО является мусором четвертый класс опасностей и является коммунальным услугом, как электронерия, газ, вода. Вот на основании этого по законодательству мы должны были выбрать регионального оператора. Регионального оператора мы выбрали в северной зоне. представители этой компании Густан Козырев сидит вместе с нами, наш коллега. Значит, утвердили мы тариф, республиканские службы по тарифам, утвердили нормы накопления Министерством природного ресурсов коллегии республики Тагестан и приступили к этой работе. Вот в городе Хасагюрте тоже они занимаются вывозом мусора, уборкой мусора. Сегодня комиссия была администрацией главы правительства республики Тагестан. Мы объехали весь город. Они работой этой компании остались довольны в городе. горит мусорная свалка, сейчас мы его тушим. Это на самом деле чрезвычайная ситуация, когда горит свалка, люди дышать не могут. Эту ситуацию тоже мы в течение 10 дней проведем сейчас порядок. И это последний раз должна эта свалка гореть, она не должна гореть. Вот как сказал Диамбулат Шапеевич, вот как мы жили, так продолжать жить мы не можем, я имею в виду то, что касается нашего мусора, твердых коммунальных отходов. Вот практически вся страна завалена мусором, практически весь Дагестан завален мусором. Если мы будем жить и продолжать вот как живем, то мы на самом деле в этом мусоре утонем. теперь задача поставим государством этот мусор превратить в сырье. Все, что полезно есть, откуда забрать и направить его на переработку. Ничего, ничего страшного, ничего такого, что мы не можем сделать, абсолютно нет. Вот мы в Махачкале уже запустили завод. Мы буквально там в течение недели 10 дней покажем по всем средствам массовой информации. Практически 70% мусора, который собираем в Махачкале идет на этот зал. А в ближайшее время мы сделаем так, что 100% весь мусор, который собирается в Махачкале пойдет на этот зал. И кроме этого, вот мы по федеральной целевой программе обработка твердых коммунальных отходов включили и город Хасайют и Хасайютовский район в эту программу здесь тоже мы установим залог по обработке твердых коммунальных отходов. Это не через 10 лет, коллеги, это в течение 19-20 года мы это сделаем обязательно. Сейчас задача стоит в районе организовать эту работу. Все государственные учреждения, республиканские учреждения, федеральные учреждения, муниципальные учреждения, коммерческие организации, люди все должны платить за вывоз мусора. Конечно, я понимаю, это не такой мухий вопрос. Но есть указ президента Российской Федерации, есть постановление правительства Российской Федерации и на основании этого мы разработали свою законодательную базу в республике приведет порядок и мы начали эту работу. Насколько они хорошо работают, плохо работают, вы потом оценку дадите. На сегодняшний день я вам искренне из всех компаний, которые работают в республике по городам, Махачкалу бюро, вот видите, перед камерой говорю, вчера Махачкале проводил совещание с главой, Каспийс бюро, Избирбаш бюро, Дербент бюро, Гуйнац бюро, Дагарни бюро, Киздаг бюро. В городе лучше всего Хасаюте они организовали это. При том, что еще нужно Хасаюту дать схему размещения контейнерных площадок, которые они еще не дали. При этом ни одна площадка еще не обустроена в городе, это тоже должна не дать. Установить баки надо, баки тоже должны установить муниципиальное образование, но мы попросили региональные операторы, чтобы это делали, они это уже делали, и дальше тоже мы будем развивать. Вот завезли новую технику для города Хасаюта и для Хасаютовского района завезем, и вот эту работу вместе с вами начали. И я как человек, который курирует Хасаютовский район, мне легче всего курировать Хасаютовский район, потому что мне никогда не стыдно за Хасаютовский район. Глава Республики правовое совещание Хасаютовский район по сбору налогов на первом месте, Хасаютовский район по другим направлениям, по сельскому хозяйству на первом месте, Хасаютовский район, мне никогда не стыдно. Процедак проводит совещание, премьер Джамбулат Шапиевич и так далее. Я уверен, что и здесь тоже мы организуем все вместе работу. Вот мы региональным оператором Джамбулат Шапиевича и Галер Ромазан Чемшан беседовали, им тоже объяснили, с плеча рубить ничего не надо, надо аккуратно с главами населенных под управлением образования, начальником управления образования, начальник социальной защиты. Со всеми надо встретиться, со всеми надо разговаривать и вместе организовать эту работу. И кроме этого, я еще попросил, что человек не обязан знать все законы, там предприниматель не обязан все законы знать, юридическая лицо не обязан все законы знать, вы когда приходите, вы должны объяснить людям, вот, есть тариф, есть, есть норма накопления, есть, если предприниматель это не устраивает, он может сказать, уважаемый, вот эти нормы меня не устраивают, я считаю, что у меня столько мусора не накапливается, я хочу платить по фактическим нормам накопления, вы имеете право это требовать. поэтому я их тоже попросил, и инспектора, которые будут работать, Рустам, это должны быть образованные люди, которые будут людям объяснять, да, и так непросто людям, и так непросто, но это надо обработать, и кроме этого, как только мы установим завод, как только мы начнем заниматься обработкой мусора, как только они на этом будут зарабатывать деньги, у нас возможность есть снизить тариф, мусор, а если в перспективе, как мы планируем города, это нам удастся сделать в районах еще раздельный мусор делать, это будет вообще великое, и кроме этого, сейчас выйдет закон, закон выйдет, где предприниматель ли это или там житель будет, если он будет сортировать мусор, сортировкой будет заниматься у себя дома мусор, то, во-первых, он может реализовать этот мусор, продать, и во-вторых, это тоже снижение тарифов, государство все делает для того, чтобы вы к этому все вместе подошли, и мы обязательно должны подойти, и вот Джангулай Шарпевич сейчас в кабинете говорил, был бы в Москве там мусорный ящик стоит там, один красный, другой синий, третий желтый, четвертый, и соответственно машина приезжает, каждая машина забирает свой ящик, это раздельный мусор, это уже огромное облегчение, а у нас в Махачкаре спрашивают, вы там баки поставили, да, но там написали стекло отдельно, пластик отдельно, а машина приезжает одна, загружающая в одну машину, люди же не дурные, люди же умные, люди же все понимают, да, мы говорим, да, на самом деле так, мы практически хотели посмотреть, вообще, какая реакция будет, и вы знаете, положительная реакция, вот на Шамиля 55 мы установили баки раздельным мусором, мне человек подходит, нажимает на педаль ногой, открывается там, отправляет своего помощника, на третий день, он приходит, я говорю, смотри там, закрепи машину, мы так помпезно открыли там две площадки, закрытые площадки, красивые, там, это, чтобы там мусором не было завалено, чтобы машина по графике, я его закрепил, но как, машина приезжает новая, контролирует, потом он меня отмегает, а там же раздельный мусор, машина грузит, а там, как раздельный, мы же там ни с кем не разговаривали, нет там раздельный мусор, вот я вам говорю, вот такой месяц, я приезжаю, нажимаю, открывая, где пластик, там пластик, где бумага, там бумага, где стекло, никто ни с кем не разговаривал, и мы тут же весь этот, всех этих людей собрали в школе там, и говорим, оказывается, не вы готовы к этому, оказывается, мы не готовы к этому, мы-то думали, что вы не готовы, они говорят, да мы давно готовы, вы только работайте, вы только работайте, поэтому я извиняюсь, что столько времени Спасибо большое. Будем вместе работать. О важности обсуждаемого вопроса говорил и учредитель ООО ДАГЭКО-сети Рустам Козырев, потому как вопрос напрямую имеет отношение к чистоте окружающей нас среде и здоровью нашему. Я хочу досьба к вам, чтобы мы друг друга поняли в этом направлении, чтобы мы друг другу помогли, чтобы этот закон, который принят был не нами, российская ФИД, это и федеральный закон был принят, и чтобы он нашел свою нишу. И в Хосовертовском районе, конечно, это нужно делать и нам, и вам со своей стороны помогать. Поэтому каждому селу, каждому поселку будет отдельный подход, будем встречаться с галами поселений, и уже непосредственно будем изучать, каким методом выводить мусор, контейнные площадки устанавливать, или бестарным методом собирать. С вашей стороны просим, если уже какие-то наработки у вас есть, подсказать, как это нам будет легче наладить. У нас политика такая, что мы никого убирать не хотим с этого рынка, наоборот, хотим вместе с вами работать, продолжать работать. Но, к сожалению, насколько мы знаем, в Хосовертовском районе у перевозчиков ни одного нет лицензии, так бы они могли бы осуществлять деятельность, тоже продолжать, то есть уже под нашим знанием. Так как таких предприятий нету, придется нам либо нанимать вашу технику, либо свою технику уже ставить. Но, опять-таки, работу надо наладить, я надеюсь на ваше время понимания. Газир Амадзанов, зампрокурора Хосовертовского района, подчеркнул, что вопрос о утилизации твердых коммунальных отходов стоит под контролем президента Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации и Республики Дагестан. Именно президентом взято на контроль его предыдущие годы указаний по ним. Проводится эта работа, значит, подключены все государственные структуры. Раньше было по полугодиям, год один раз обчитывались о проведенной работе в этой области, сейчас поквартально уже сократили, чтобы вплотную ему подошли. Поэтому ожидается после этих региональных совещаний у президента будет федеральное совещание, именно чисто вопросы, относящиеся по сбору, утилизации, решению вопросов твердым коммунальным отходом. Актуальность вы все знаете, понимаете, это наше здоровье, здоровье наших детей, потому что даже в своем дворе, желательно нерадивому соседу говорить, не делай вот это, потому что через воздух, через все это распространяется, чтобы это знали. Это вот приятно, что вот северный сектор, да, Эко-Сити, организация, которая тендер выиграла, мы должны подчиниться закону, хотя бывает многие вопросы есть, предпринимательства, связанные с конкуренцией, с другими вопросами. Вот пока эти все вопросы будут решаться, как в интересах этой организации, чтобы она получала и свою прибыль, а значит и росла, и лучше нас обслуживать, наше население. Да, то, что вы заметили, то, что вы работаете вместе, конечно, с имамами поселения, это обязательно, это у нас все вопросы, конечно, я всегда им призываю. Имам – это один из главных помощников, конечно, это глава поселения. Вот как у меня в районе есть, имам района, у нас даже обожили. Вот то же самое, поселения все имамы, они главные помощники и общей государственной работы, направлении, идеологию, задачи, все эти моменты, чтобы они всегда, конечно, они вместе с имамами это проводят, и дальнейшие, чтобы вот эти вопросы, даджаматы, чтобы и до общественной нашей, конечно, доносить, обязательно используют наши, вот, мы обычно собираемся на Ватикане, или там на джума-намазах, когда бываем, это обязательно, имеете в виду, для необходимости. Хочется добавить, что нет человека на Земле, который не производит отходы. Наши пренебрежительные отношения к правильному обращению к производимым нами отходам подчас приводят к очень негативным и плачевным последствиям для мест нашего проживания. Стихийные свалки привлекают разных животных, собак, ворон, крыс, которые являются разносчиками разных инфекционных, заразных заболеваний. Мы все это видим, а надо делать все, чтобы таких мусоросвалок не было. Тем самым мы сохраним здоровье свое и своих близких.